всем привет вы на канале питомника школьный сад рано мы радовались снегу потому что нас оказывается еще не зима достаточно такая поздняя осень как меня сын любит говорить младший зима на улице нет не зима поздняя осень в общем снег у нас практически весь сходит дождь идет так неплохо и это достаточно так печально наблюдать потому что снег на полях нужен и если уж сейчас он сойдет у мороза сильные на точно не нужны ни нам ни растениям никому ну вот мы попали наш гараж зимнего хранения здесь у нас по плану по плану помните тракторе перегоняли мы недавно который задумился по дороге заглох вот носу разобранном состоянии он лежит пришлось там его половинить чтобы снять двигатель как мы этого не хотели так пришлось смотрю половинить раскатили располовинили и сейчас будем менять у него поршневую запчасти у меня здесь все есть вот они кольца поршневые всякие там резиночки на штанги купил я все еще летом когда было понятно что покупка так себе было купили мы его по моему почти рода год назад прошлой зимой вернее зимой это угодно был январь февраль 21 года ну и так зимой это вроде нам нормуль был ну-ка я начали его использовать казалось что тяжеловато ему поршневая уже буду битые тянет он плохо поэтому принято было решение заранее к нему запчасти купить 5 запчастей вот поршневая в общем капремонт двигателя готов коробка запчастями где где-то на 55 тысяч по моему присваивала нам фирма кота мото из города спас дальний кому интересно это приморский край с ними уже тут не первый раз по запчастям работаем долго они как-то 100 истинные русские долго запрягают везут и быстро везет потому что я не аздек но они очень долго реагируют на запросы может быть сказывается конечно разница во времени вопрос-ответ вопрос-ответ но там вопрос через три дня ответ вопрос через три дня ответ также есть у нас стоит но доработки наш дискатор самодельный который мы в этом году использовали что нам здесь не нравится не нравится то что мы изначально планировать сделать двухрядный дискатор по факту потом подумали что двухрядный слишком тяжело будет для вот такого трактора но мы делали под него а под миссубиси 19 сильный сделали однорядный и чтобы его не стаскивал в сторону потому что угол на 1 сделал такой центрующий диск еще по факту ничего хорошего не получилось его разворачивает трактор едет боком это не есть хорошо некомфортно рулить нужно всегда быть в тонусе скажем так и потому что чуть-чуть из дашь слабину тебя так-то развернет посередине ряда еще мы пробовали укоротить базу она нас было длиннейший прицеп думали это поможет но вру наоборот попробовать длинить думал так лучше будет просто другой дискатор у нас их несколько три по моему в общем все это ерунда оказалось еду купили мы еще трактор ей хорошо мощность хватает даже 19 сел купили мы еще вот диски валы и как они называются ступицы наверное и будем еще доваривать такой полноценный второй ряд принципе результат нам очень понравился сравнению с фрезой до этого мы долгие годы между ряде с фрезами обрабатывали сейчас в этом году с фрезами проходить и только те ряды которые нас идут на подвоях от а кучку на маточник лонов подвоев который мы окучиваем так земля должна быть рыхлая вот там приходилось проходить фрезами потому что после этого грубого-то земля была еще и сегодня планирую а его японскую вот этой виноградной дробилкой чтобы пропустить выпустить из нее семена сейчас мы поднесем подвал и будем дробить есть контакт теперь нам надо постелить какой-нибудь кусок пленки чтобы у нас семена все ведро попали вот наши поливая собственно персоны вместо здесь конечно очень мало что поделать хотя может было и на улице супер цивы провести на улице дождь идет вода всех подвале чтобы промыть семена потом дальнейшем а и а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такое количество жмыха у нас получилось из-за ивы. Можно, конечно, было еще использовать его разок, еще разок в качестве варенья. Если аккуратно его протереть, аккуратно выделить семена и жмых взять на варенье. Теперь следующая задача на все дело промыть. Промывать мы будем следующим образом. Насыпаем небольшое количество. Продолжение следует... Сейчас мы промоем полученный концентрат. И следующая операция будет протравить все дело марганцовки в крепком растворе. И постольку, поскольку мы будем сеять семена весной, будем их сушить и уже докладывать на стратификацию после Нового года. Чтобы посеять нам их в конце мая. Раньше нам сеять смысла нет, потому что особенно некогда этим заниматься. Другие более важные полевые работы и тряевые, это не очень страшно. Месяцем раньше, месяцем позже. Чуть-чуть поменьше она вырастет за лето. Вот столько семян мы получили из двух мешков плодов. Сейчас мы их пойдем протравливать марганцовкой. Протравливать семена мы будем в такой марганцовке. Ничего особенного не представляет. Обычный калий марганцово-кислый. Импортный Китай. Он уже по сроку годности кажется, что просроченный, но свои свойства он на самом деле не потерял. Разводить марганцовку лучше всего сначала небольшое количество в кипятке, в горячей воде. И потом уже доводить до холодной или комнатной температуры, в зависимости от которой вам нужна. Норма, которую мы будем вносить на такое количество семян. Тут около 20 литров воды. Где-то литров 15 мы сюда воды нальем. И марганцовке добавим порядка чайной ложки с горкой на одно ведро. То есть полторы столовой ложки на 15 литров воды. Вот так выглядит у нас марганцовка. Кто не видел, мне кажется, все знают, что это такое. Столовые ложки у меня нашлось. Но приравняем две чайной ложки к одной столовой. Получается у нас полторы столовые ложки. На вот это 15 литровое ведро воды сначала мы выливаем кипяток. Развешиваем ее. С виду можно подумать, что она разводится очень легко, потому что вода окрасилась очень быстро. На самом деле не ленитесь помешать, потому что на дне она может остаться еще и целой. Делать это будет, конечно, все в перчатках, потому что малейшие капли окрасит вашу кожу. На ближайшие три дня она будет коричнево-ржавая. Все, марганцовку мы развели и разводим ее уже. И так же перемешиваем. Стратифицировать по времени мы будем около часа. Периодически, минут через 15 семена, помешивая, чтобы во взвесе произвести. И, возможно, процедуру придется провести два раза. Почему два раза? Потому что бывает с первого раза весь и все количество сахара, который есть на семенах, марганцовка не может разъесть. Конкретно на грушах. Груши приходится протравливать иногда по два раза. Либо, если ты не угадал с крепостью раствора в первый раз, придется их простратифицировать два раза. Прошел у нас полчаса, или, может, чуть больше. Марганцовка у нас поменял цвет от ярко, такого, как она, фуксии была. До такой темной фуксии стала, были же коричневития начала. Это означает то, что реакция идет, сахар сжигается еще немного. И будем откидывать на сито и промывать семена. Все, час у нас прошел. Примерно марганцовка у нас уже отработала. И будем ее сливать. Примерно марганцовка у нас уже отработала. Далее немного мафи семена растечь. Теперь мы ровно слоем, высыпаем на нашу сушилку. Показателем того, как мы тщательно потравили семена, может служить остатки сахара на ваших пальцах. Вы будете чувствовать их. Но в нашем случае это не страшно, потому что семена мы сейчас будем сушить. Потом, когда после Нового года будем закладывать их на стратификацию, мы их снова будем протравливать. В сухом виде остатки сахара на семенах это не так страшно. Страшно, когда у вас семена плохо протравлены на стратификации лежат. Остатки сахара просто-напросто будут гнить, присневеть. И семена могут плохо стратифицироваться. Когда семена мы после выделки из плодов будем сушить, это не так критично. Но на ощупь, кстати, сахара практически не чувствуется. Значит, протравили мы хорошо. Все, теперь оставляю на пару дней. Обязательно бюрочку подписали, чтобы не было вопросов. Айва японская, 1 декабря 2021 года. Чтобы все знают, что это за семена. Когда они собраны, не старые ли они. Подсохнут они пару дней. Мы их перемешаем, еще раз посушим пару дней. И уберем уже в мешочек бумажный, тоже из хлопка сделанной на хранение. До момента, когда мы их будем стратифицировать. Процедура выделки из семян, она одинакова, как и для ивы японской, как и для груш, так и для яблони. Всю процедуру мы делаем в нашем питомнике, идентичная. Вот сейчас я вам показал. Все, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok